всем здарова народ давно мы с вами не общались ну как давно было только видео разговорное вот хорошую традицию продолжаем плюс тема которая наболевшая многие мне задают эти вопросы что же делать музыканту в период локдауна вот сегодня тоже ученик задал вопрос поэтому я решил с вами в этом поговорить то есть ну локдаун не локдаун отсутствие концертов вот все движухи которые мы привыкли и так далее даже на репы сейчас ходить но не то чтобы быть безопасно ну как бы стрёмненько можно переждать так вот вообще период можно для себя очень-очень хорошо представить как период развития и саморазвития понятно я не буду вам впаривать то что нужно заниматься каждый день там и так далее вы все это прекрасно знаете это само собой хотя опять же совет вокалистам тоже много раз спрашивают озвучиваю там видео что заниматься стоит ну может быть полтора-два максимума часа в день и обязательно три дня через один чтобы у вас голос успевал отдохнуть голосу нужно реально один день на отдых в любом случае даже если вы его там не утруждаете отрабатывайте упражнения и так далее поэтому это запомните чем же можно заниматься вот давайте косвенно подсмотрим в сторону начнем с того и очень на мой взгляд важного разберитесь пожалуйста каждый человек в группе вокалист басист клавишник гитарист разберитесь в d.a.w программах то есть грубо говоря кубейс там кого-то риппер у кого-то у меня studio one мне очень понравился именно он вот так что ну logic понятно да разберитесь вообще что там можно делать рассказываю для чего сначала возьмем профильный момент допустим вокалисту всегда когда я пишу демо и так далее и в принципе когда я что-то записываю я четко должен понимать как я буду звучать и как это примерно будет сведено то есть я могу даже потом накинуть себе на голос дела и в там какие-то вот эффекты чтобы показать эти эффекты в задумке звук режиссеру понятно что сводить я ее не буду эту песню потому что я сложу средний когда и в принципе уже времени на это не хватает но разбираться и понимать я должен почему первое возьмем просто сведение допустим трека то есть можно взять какой-нибудь там мультитрек свестили свои старые работы попросить там треки просто попытайтесь хоть как-то сделать для чего то есть вот вы отдаете на сведение профессионала он сделал все круто но вам что-то не нравится и вот тут начинается очень много вокалистов этим страдают ну вот у меня вот голос здесь очень тоненько как у мышки звучит либо ой вот это вот не знаю это вот повторение должно быть вот так вот раз два раз два три четыре да либо там и не знаю вот я хотел бы чтобы мне на голосе был больше треск а не сип и вот такие вот непонятные совершенно моменты звук режиссер он начинает искать начинает пытаться вам помочь но он совершенно не понимает что ему делать если вы знаете что там происходит вы уже можете этот момент выправить да то есть я грубо говоря даже для того чтобы мне не нравится как сидит голос в миксе понимаю что там нету низа нету грудака допустим я очень люблю грудак если записываю у себя значит голос я пишу в принципе все у себя у меня хорошая аппаратура вот я сразу намоеваю на преампе плюс 200 герц как раз таки такой грудной такой момент чтобы мой голос был такой весомый весящий и всегда если у меня приходит сведение и голос такой совсем над миксом он не имеет веса я прошу там 200 герц либо там немножко повыше поднять причем это делаю прямо если там очень тонко все я беру сам микс это вообще не важно беру фаб фильтры знают все контору все звукари замечательную эту эквалайзер там можно вычленить конкретно частоты я вычленяю который мне нравится не нравится высылаю ему и он просто на раз два три четыре быстренько все это исправляет поэтому гитаристы то же самое то есть вы там хотите там не знаю каких-то даблеров вот я хочу чтобы у меня голос звучал как в песне вот такой такой то это в принципе подойдет но как это сделать допустим вы можете даже послушать а подойдет но в песне вам не понравится поэтому очень было бы круто если вы взяли свой трек там да там даже просто сведенку и свою отдельную гитару вы взяли все эти эффекты покидали послушали о здесь прикольно либо не ай типа фигня то есть мой большой совет потратьте время на изучение специальных программ для записи сведения и продакшена музыки это очень важно отсюда еще следует пункт такой что мы все люди и мы все не идеальны сейчас поговорю про вокалистов в частности мы можем промазать мимо ноты мы можем что-то там где-то там что-то там неправильно сказать и так далее склеить не получится и так далее особенно что касается мазонин на нотах значит я как делаю я часто записываю я пишу три дабла то есть три трека совершенно одинаковых вот которая потом будет использоваться один будет основной и два остальных будет нас использоваться просто дополнительные для создания объема то есть ну даблы кто это понимает кстати да вокалисты пишите три трека потому что так будет объем даже если не будет слышно этого дабла он будет создавать некую такую 3d ш ную картинку поэтому это всегда очень нужно делать уметь вернее предоставляет звук режиссеру раньше были моменты с даблами один дабл трек просто чтобы уплотнить голос так тоже делают но я вот приверженец именно такой стратегии чтобы делать три голоса и грубо говоря в одном куске я спел блин эмоционально так классно мне так нравится но я там просто вот убил занизил одну ноту либо завысил одну ноту и что делать искать настроение еще раз за разом то есть час чтобы его еще раз поднять а вы уже эмоционально допустим сдулись либо вы выдали уже максимальную эту картинку что нужно сделать нужно попытаться эту ноту подтянуть подтюнить да есть масса вариантов мелодайн в реверб в кубейсе и кстати лично я именно рекомендую в реверб в кубейсе но это опять же есть я правлю там честно я не сильно мажу поэтому там где то может быть четверть тона там вот эти вещи он справляется на ура ремарка еще одна distortion скажем так расщеп он очень плохо тюнется поэтому вот в distortion прямо старайтесь попадать максимально потому что из-за деструкции этой создаются куча волн и вот одна вот волна то есть одна нота она бывает гармониками перебивается и там просто какая-то каша может быть именно на графике этого мелодайна либо там исправлялки другой совершенно вот и вы просто можете сами это сделать значит звукорежиссер может вообще не уметь вряд ли но может сделать криво вот и вам будет не нравится допустим будет неестественно а вы сами как музыкант написавший эту партию либо там не знаю много раз исполнявший перетащивший на себя то есть на свой организм на свое настроение вы это можете сделать очень быстро и очень качественно поэтому обязательно обязательно вокалисты научитесь себя тюнить править клеить себя научитесь потому что опять же я говорил про эти три дабла получается что они должны звучать обязательно в полностью вместе иначе все эти все вот вещи до которые у нас очень сильно по высоким частотам бьют они будут не совпадать у вас будет вот такие вот вещи особенно если вы поете там глубоким дисторшенами вам нужна эта поддержка то есть даблы выносится наверх либо на припевах обычно даблы приподнимаются чтобы еще больше объема дать и было ощущение припева вот так что вот это вот тоже вот подстраивать все эти эти вот моменты вы тоже должны уметь сами потому что ни один звукарь ну конечно понятно что есть энтузиасты а есть кому заплатили много но это не так часто бывает они не будут этим заниматься они скажут но мне дали ну и все но его такой ну окей а потом в результате все это не совпадает все это непонятно как то есть а там всего лишь можно взять отрезать чуть подставить спродюсировать свои треки вы должны уметь сами потому что лучше вас сто процентов это никто не сделает такой общий совет разберитесь в программах в этих научитесь описать гитаристы то же самое то есть ну чтобы было так сказать очень мощная подача гитарная и так далее кое-где в гранже понятно должно все разлетаться но опять же мощная подача вы тоже должны уметь себя подклеить опять же вот вокал соло да соло гитарная ну блин вы накосячили в одной ноте ну что это переписывать сейчас да и вот никак не склеить потому что там прям вот один пассаж и все и что сделать взяли подтянули и все людям важно на концертах ваша энергетика подача на записи важен материал и прямо его вот вот идеальный какой-то вариант да поэтому это всем очень сильно полезно не забивайте на это не будьте любителями будьте профессионалами ох какой мотиватор то дальше дальше давайте посмотрим что у нас идет ну похожая штука которые тоже выделил научитесь играть на другом инструменте хотя бы чуть-чуть смотрите вот там у меня сзади стоят гитары какие-то я на них умею играть ровно как любитель то есть ну я даже не буду себя записывать потому что я ну я могу записать там по кусочкам что-то там на строгать до чтобы это хоть как-то было но мы не столько классных знакомых гитаристов которые сделают это лучше меня в миллион тысяч раз но мне же нужно во первых когда я пишу песню допустим до понимать как это будет все вместе в пачке звучать это один момент а второй момент допустим ну вот вы пишите какую-то партию свою именно и так далее вы должны знать как примерно будет там звучать бас то есть вы должны знать как там примерно будет какая-то аржировка и так далее куда вписывать свою партию изначально если тоже очень важно грубо говоря научиться бумкать на басу или давайте ладно бас это такой инструмент который можно при желании набрать опять же на клавишах научитесь немножечко работать с клавишами господи можно натыкать в том же самом дау с пониманием инструмента можно натыкать все это дело тоже мышкой это же как-то вот музыкальные идеи свои воплощать но в целом именно развитие демо инструмента это очень очень круто вы просто будете четче понимать что происходит в аранжировке то есть грубо говоря вы что-то играете на репетициях и бас вы чувствуете что не совпадает бас с вашей гитарой либо с вашим голосом либо там с клавишами и вы понимаете она вот тут можно эту нотку изменить там и так далее а можно там вот слеп убрать там добавить вот это то есть понимание должно быть и без практики скорее все это будет такое очень голословное и опять же как я рассказывал как люди объясняют звук режиссером чего там и как можно делать поэтому достаточно просто там на акустической гитаре там что-то бой там посмотрели там да то есть как это как вибрация делается на гитаре так далее чуть-чуть посмотрели поучились и вы уже в общем-то в теме хотя бы да то есть что у меня у меня получается этот самый ну голос понятно вот клавиши очень даже на хорошем уровне скрипка я просто учился играть и вот гитара любительский уровень бас-гитара ну как бы гитара бас-гитара ты уже немножко умеешь немножко флейта там вот эти вот все вещи то есть мне это помогает впоследствии как писать музыку так и понимать других музыкантов больше что в группе мне кажется очень сильно полезно и очень сильно вам поможет так что вот второй такой советик если что взять научиться играть на каком-то инструменте который допустим используется в вашей музыке но вы пока что не очень сильно сечете что вообще с этим с этим инструментом происходит там за вашей партией и так далее воды дальше дальше смотрите есть такой момент как интернет понятно вот и вы можете конечно же там каналом заняться что-то там делать запиливать что-то там показывает народу развивать свои соцсети что очень важно об этом возможно немножечко попозже вот смотрите сразу после этого расскажу значит что касается именно интернета и коллабораций значит коллаборации что такое ну вы понимаете думаю что все смотрят понимают что это люди которые могут быть там не знаю в германии в белоруссии в россии в израиле в не знаю в турции в америке и они сейчас также все сидят и думаю чем бы им заняться а любому человеку допустим из россии было бы прикольно ну с группой там допустим второго эшелона в америке поиграть а там чувак тоже сидит он а вы классный музыкант изначально вы об этом сорян вы об этом знаете вот и вы можете найти себе просто очень классную коллабу для того чтобы поднять свой статус какой-то и в своих глазах что-то сделать и опять же поработать с музыкантами по всему миру профессионалами которые скорее всего в другое время также как и вы заняты разъездами концертами вот всем вот этим вот делом что мы с вами очень сильно так любим и чего нам так сильно не хватает изначально опять же это все вам пригодится для ваших соцсетей развития соцсетей это тоже очень очень важный момент по крайней мере даже вот просто инстаграм очень многие музыканты ну сессионщики чаще да и в принципе все совершенно они используют как свое портфолио друзья да то есть грубо говоря особенно сессионщики то есть вы там выкладывать какие-то там свои наигровки свои песни свои треки и вот хотят позвать кого-нибудь да грубо говоря о там есть серёжа он круто играет как играет круто серёжа в целом мало кто знает а если у него есть инстаграм и есть там пару действительно хороших видео там 1 2 3 там неважно если там еще есть коллаборация с американцем от вообще все советы складывается в одну поэтому обязательно разберите соцсетями не забрасываете это не надо думать что я настолько классный музыкант что меня найдет продюсер он все это должен сам делать это знаете у нас давно была такая фишка что вообще ты не должен этим заниматься то есть ну или я не должен заниматься как я могу там я же певец я же вокалист как я могу там заниматься организации концерта своего я не должен этого делать или там вести соцсети я как бы и должен петь да нифига так это не работает все мы должны уметь сами делать хотя бы иметь понимание когда мы уже в статусе находимся крутых чуваков уже таких признанных чуваков тогда мы можем выделять деньги которые нам приходят из royalties да то есть приходит с музыки именно ну конверсия может быть любая совершенно да мы можем вкладывать дальше в человек который будет заниматься вашей соцсетью будет ввести поддерживать но опять же пока что вы не очень я так думаю а может быть и нет но я сам еще пока вообще вообще не не известны поэтому я вот такие мысли вам высказываю то есть вы должны это обязательно уметь делать более того друзья вы должны уметь и понимать как делать рекламу в соцсетях хотя бы минимально хотя бы как это работает потому что хотя бы как теги расставлять да то есть как там делать название как делать связку слов как делать опять же рекламу потому что грубо говоря сейчас настолько соцсети загружены что без рекламы возможно вас никто не услышит никогда вообще. Поэтому даже там будет у вас 5 долларов, там 10 долларов в инсту, в киньте. И, ну, главное, строить хорошо и настраивать лучше через фейсбук. Сразу скажу. Вот это тоже очень важный момент. Ну, как бы, это вы разберетесь, если вы заинтересуетесь вопросом этим. То бишь, обязательно разобраться с соцсетьми. С соцсетями. С соцсетями. С соцсетьми и чужими детьми. Разберитесь. Вот. Так что, разберитесь в этом. Это вам поможет. Опять же, понятно, что каждый музыкант будет продвигать свое творчество. И если у вокалиста группы пускай ноунейм вообще там 5000 подписчиков, там 3000, 1000 подписчиков, то эту песню уже услышит там, ну, конверсия там, конечно, такая, что еще 200 человек, грубо говоря, да. Вот. То же самое с каналами на Ютубе и так далее. То есть вообще, в принципе, берите, на самом деле ну, грубо говоря, 1 к 10, скорее всего. Ну, 1 к 7. Вот так. То есть если у вас там, грубо говоря, 10 тысяч на канале, то, скорее всего, у вас смотрит усердно и усиленно тысячи, полторы, две. Вот. Ну, это по-моему, такому собственному опыту. Вот. Так что занимайтесь именно этим. И я думаю, что это, когда выйдет у вас новый классный трек, который вы подготовили, когда были на локдауне, да. Когда он у вас выйдет, он получит гораздо больше огласку, чем без всего этого. То есть можно надеяться на какого-то продюсера, на дядю Колю, который покажет, значит, на радио все это дело. Но обычно это все не работает и не имеет никакого совершенно смысла. Так что призываю вас обязательно вот этим всем заняться. Дальше, что у меня тут настрочено? Чуть-чуть совсем еще осталось. Да. Куча демок. Друзья, куча демок и как их делать, я вам сейчас быстренько расскажу. Иногда приходит вдохновение, иногда его нету. Иногда начинаются концерты, разъезды, и нету времени просто заняться творчеством. Поэтому я предлагаю вам заняться вашими демками, вашими идеями. Как делал я в свое время? Я брал себе, ставил челлендж какой-то, да. То есть я буду писать по одной демке в день. Независимо от настроения, от вдохновения, от чего-то еще. Я бы делал на это час, а потом попрет или не попрет. То есть бывает такое, что да, ты типа вообще никак не идет, лучше склопнуть, потому что потеря времени такое бывает. А бывает, тебе очень не хочется, ты садишься, и у тебя что-то получается реально годное. Поэтому на это тоже не стоит забивать, на это стоит обратить внимание. Значит, почему каждый день? Потому что у вас может немножко набиться рука, что-то еще, что-то еще. Возможно, там одна из демок улетит в другой день, и у вас получится крутой трек. Вот. Обязательно попробуйте этот, хотя бы там неделю, попишите по демке в день. Опять же, демки, что такое демки в моем понимании, и я вас призываю сильно не заморачиваться, а делать именно так. Вы пишите вступление, куплет и припев. То есть вот буквально это получается где-то полторы минуты песни, если у вас, конечно, не тессеракт там какой-нибудь, да, не какие-то такие супер запилы и так далее, и супер прогрессив там на 18,5 минут и 37,5 секунд, то, конечно же, можно вот таким образом обходиться полторы минутки, и все, у вас готов материал. Материал, грубо говоря, вы можете его забросить в долгий ящик. Обязательно, кстати, делайте экспорт этого трека, потому что потом вы просто затеряетесь в проектах и можете не найти. Вот. У вас, допустим, в папке, там, не знаю, вот месяц, февраль 2021 года уже будут лежать 10 таких демок. Вам, чувствуете, нужно новую песню написать, нужно это сделать. Грубо говоря, у вас подошло время, там уже три месяца не выходили песни, полгода, год, и прям нет вдохновения. Вы прям выбрали самую лучшую из этих песен, показали друзьям и пошли делать. То есть, это упрощает процесс, то есть, это, знаете, на что похоже? На замороженные продукты. То есть, там, не доели суп, поставили в морозилку, доели его через месяц, когда, в общем-то, захотелось именно этого супа тыквенного, там, с семечками, с копченостями отведать, и все у вас будет замечательно. Поэтому призываю вот к этому прислушаться и сделать себе вот такой вот запас демок. Он может быть не очень классный сначала, там может быть просто закопан бриллиант, который потом себя очень хорошо проявит. Даже бывает такое, что среди этих демок, у меня просто много было, но, допустим, пошло из десяти демок только один, допустим, куплет в песню. Но это один куплет, который нравится всем, который нравится вам, вашим музыкантам. Это очень здорово. Так, ну и что? Ну и все, наверное, потому что заняться здоровьем я тоже вам рекомендую, потому что все эти моменты, которые у нас происходят дома там и так далее, мы хотя бы можем немножко набраться сил перед уже будущим и так далее. Поэтому здоровьем тоже следует не пренебрегать, отдохнуть, много не пить и много пить жидкости, воду и все будет отлично. Надеюсь, какие-то мысли я до вас донес, что-то было полезно, напишите в комментариях, какие бы вы предложили, допустим, людям варианты развития событий в момент карантина, отсутствия концертов и так далее. Можно смешные, это еще лучше, а можно полезные написать и будет всем очень интересно это сделать. Потом, впоследствии, надеюсь, у нас, конечно, все это закончится, уже там половину людей прочитывались, привет, Вика, все уже это самое вкололи себе вакцинки там и так далее. Надеюсь, что уже к лету все у нас изменится, такого нету, но пока что все равно ситуация чуть-чуть еще дамоклов меч над нами висит. Все, всем пока, занимайтесь делом, занимайтесь творчеством, развивайтесь, до встречи.